С наступлением календарной весны у пассажиров пригородных поездов Кенишемского направления появилась дополнительная возможность добраться в областной центр и обратно в безопасных и комфортных условиях. Пятый Орланд стал реальностью благодаря обращениям граждан в адрес губернатора, которые были рассмотрены и проработаны профильным департаментом Ивановской области. Анализировался пассажиропоток, инфраструктура ЖД-сообщений, сделали удобное время. Люди, которые прибывают из Москвы ночной «Ласточкой», имели возможность уехать сразу непосредственно домой. Также утренний поезд, где люди могут беспрепятственно пересесть на поезд «Ласточку» и доехать удобно до Москвы. Отметим, что именно в Кенишму впервые полетели стальные птицы из города Невест 30 июля 2020-го. Я езжу из Москвы, мне не надо было бежать на автобус, где-то его искать, чтобы доехать до автостанции. А села и спокойно еду до Кенишму. Так что замечательно, молодцы. Я вчера узнала, когда это все. Я прямо сразу в интернет зашла, посмотрела расписание, я говорю, ну, прям отлично, молодцы. Изначально РАД-3 курсировал в формате экспресса, а спустя время современный рельсов автобус полностью заменил отслуживший свой срок вагонно на локомотивной тяге. Меньше это все грязи вот такой вот. Намного приятнее, комфортнее, комфортабельнее работать, если вот я прихожу из дома вот так вот и так же ухожу. Только руки сполоснул и все, в принципе. Ну, если есть какие-то напалатки, да, то устраняем. Ну, это переоденешься там чуть-чуть, маленько, как говорится, замараемся. А так все, техника работает пока тьфу-тьфу-тьфу, без замечаний, как говорится, без всяких нареканий. Перемены к лучшему пассажиры оценили и охотнее выбирают перегородные поезда. Как результат, второй год подряд заметен рост проданных билетов в Ивановском регионе. Останавливается на достигнутом и профильное ведомство. Мы всегда готовы и анализируем те обращения граждан, которые к нам поступают ежедневно. Очень много есть и хороших предложений, которые, естественно, нашим департаментом прорабатываются, анализируются. И смотрим, что можно сделать для граждан, чтобы им было удобно добираться к тому или иному месту, куда им необходимо.